Здравствуйте, друзья! В феврале 2021 года аномальные морозы сковали части России и Америки. В последней больше всего досталось Техасу. В штате полное отключение электроэнергии. Восстановить ее не удается. Свет есть только в центре главных мегаполисов. Все остальные районы замерзают. Но власти продолжают повышать цены на электричество. В долгосрочной перспективе после нормализации погоды этот факт может привести к очередным масштабным протестам. Похожая ситуация на Урале России. В некоторых районах замерзли водонапорные башни. Без отопления и воды остаются жилые дома, школы и детские сады. Проблема с газификацией страны так и не решена. Без газа остается 41% сел и 29% городов. Правительство, в свою очередь, обещало закрыть вопрос еще к 2015 году, но не справилось с поставленной задачей. Погодные аномалии распространились и на другие страны. Так, традиционно солнечная Турция и Греция в начале 2021 года утонули в снегу. Под разговоры о глобальном потеплении многие забыли о постепенном остывании земли, которое было не один раз показано в фильмах-катастрофах. Ряд исследователей утверждает, что в связи с постепенным понижением активности Солнца через полторы тысячи лет на Земле наступит новый ледниковый период. Директор Российской академии наук Игорь Иванович Мохов, видный ученый, специализирующийся на моделировании и диагностике, считает, что нас ждет не глобальное, а локальное похолодание. В наше время невероятно быстро набирают популярность самые разные конспирологические теории. Странно, что на фоне погодных аномалий никто не вспоминает о климатическом оружии. На всякий случай напоминаем, что конспирология может быть интересной и увлекательной, но крайне редко выдерживает проверку временем. Призываем к трезвым, взвешенным логическим заключениям. Редактор субтитров А.Семкин